Андрей Николаевич, что изменилось в России со времен второго форума? Как вы оцениваете ситуацию? Режим становится еще более агрессивным, более авторитарным, с одной стороны. С другой стороны, становится более нервическим, потому что очень опасается изменений в общественных настроениях, что чему есть несколько признаков. В то же самое время пытается реагировать на это смешанными действиями, с одной стороны, более жесткими действиями против оппозиции, с другой стороны, пытается кого-то убедить в том, что возможно, какие-то реформы, возможно, какие-то компромиссы, возможно, какое-то потепление. И это проявляется в таких играх, например, с Кудрином, и с антропатологических разработок, и якобы его программы, которые якобы они могут принимать во внимание и так далее. Это рассчитано на покупку одной части населения. С другой стороны, какие-то, значит, вот такие символические шаги по освобождению некоторых людей, которые сидели за решеткой, и как бы смягчение. С другой стороны, с третьей стороны, постоянные попытки как-то договориться или, по крайней мере, начать разговор с западными деятелями, это тоже. Но что бы ни было, все нацелить только на одно, для того, чтобы получить формальный, неформальный мандат на следующий год. И так бесконечно, это совершенно очевидно. Но бесконечно не получится. Может, они надеются, что получится до конца своей жизни. Продолжение следует...